здравствуйте друзья добрый вечер еду я с урока где-то сейчас там полдвенадцатого уже но так вышло что урок до 11 а там пока разговоры всякие сегодня я первый раз пытался применить новую систему для наших студентов я вам расскажу что там получается такая философская вещь значит в результате всяких наблюдений и обсуждений которые у нас среди преподавателей происходит я сформулировал пять категорий студентов по их отношению к делу жизни там учебе и так далее и соответственно каждая категория имеет свой как бы сказать уровень успешности и уровень ну как бы желанности для нас вот сюда как для людей которые там каждый день там работают и за результаты отвечают и так вот я сейчас об этом поговорю может быть нам не хватит одной моей поездки от школы до дома мы потом еще может поболтаем но вот пока так значит категория первое это самая такая наша душевная категория называть называется я ее так называю партнеры партнер это человек который сознательно хочет чтобы ему дали какое-то направление в жизни ну в нашем так сказать ключе и и он готов следовать и он готов делать то что он собственно может делать сам то есть он не перекладывает на других у него даже есть такая манера он может гораздо больше времени тратить на занятия чем другие студенты он может например делать какие-то дополнительные вещи например вот скажем лучшим там я не знаю силене теста там и шинту он может при этом взять это еще там параллельно класс в онлайне например поэтому то есть люди которые делают какие-то дополнительные шаги в америке есть такое выражение вот говорят там go for an extra mile до дополнительную милю там ван мальту мальс five miles то есть вот экстрама то есть вот люди которые такие вот энтузиасты то есть это люди с которым мы вместе работаем то есть в контакте они хотят знать что мы говорим они хотят делать то что мы говорим и с ними как бы очень просто в этом смысле с ними просто хотя я могу сказать что партнеры иногда не вполне симпатичные бывают люди тоже вот например у нас был случай недавно невероятный то есть такого никогда не было вот сидят люди наши преподаватели у нас и кухонь такая есть вот они сидят там и кто-то из преподавателей купил какую-то вкусняшку там они сидят эту вкусняшку подъедают и вот заходит студент и говорит он говорит на наши деньги гуляете на что ему преподаватель которая сделала покупку она говорит но нет это ягод из своей зарплаты лично приобрела стоит конечно а зарплату эти откуда на наши гуляете вот такой вот интересный значит подход и мы в общем поделились быть такого и такого еще не было вот правда чтобы вот настолько но дальше что но все-таки все-таки он абсолютно внимательно все слушает он все правильно делает он очень быстро нашел работу на просто как вот ракет космическая прям раз и все мало того он нашел работу у него сразу два оффера и какие два оффера вы вы себе представить не можете то есть там 11 у него там на свыше 40 долларов контракт а другой свыше 100 тысяч немножко выше 100 тысяч постоянная позиция и он не пишет email и говорит вот значит как об он обсуждает что взять как взять какие соображения туда-сюда ягода вот я бы вот из таких-то соображений брал бы вот это он говорит все так и сделаем и так далее то есть он абсолютно кооперируется то есть он он безусловно партнер хотя в человеческом плане довольно странный то что я могу сказать ты смотри вот моим талантом и можешь сказать горбом да потому что все таки я же придумал это все не просто вот и смотри какие бабки люди получают там вместо того чтобы там за 12 долларов в час не начать подметать ну вот поэтому но мы так не говорим но понимаем вы же понимаем вот такая история это партнеры вторая категория это я это за хороший человек хороший человек он почти партнер то есть он тоже видит цель он понимает ради чего все он тоже очень ценит помощь извне партнеры тоже очень ценят то есть они когда что-то такое убедить что они получают они они в восторге и вот вот эти люди тоже хороший человек он тоже в восторге но хороший человек в зависимости от в отличие от партнер он не может самостоятельно просто пойти по направлению какому-то и там что-то совершить раньше я когда это объяснял себе например я говорил что есть два типа три типа отношений между школой и студентом значит первый тип отношений это регулировщик вот он говорит эти туда эти сюда и народ пошел второй тип отношений это проводник то есть вот он проводник идет и за ним идет этот самый человек которого надо провести то есть одно он идет в этом не говорит отнесите меня он идет и третья категория там была человек которому нужен носильщик чтобы его отнесли сам он ходить не будет так вот хороший человек это как раз вот тот которому нужен проводник партнер это тот которому нужно направление которому нужно регулировщик как который как идем туда то есть это оба обе категории очень симпатичны но вот чего-то не хватает вот хорошего человеку чтобы быть партнером он немножко не дотягивает он менее самостоятельный он тоже не не отказывается делать то что нужно делать он делает он не перекладывает на других людей но вот где-то ему не хватает значит ему может не хватать например в английском ему может не хватать просто уверенности такой по жизни знаете как-то пробивной силы вот бывает два человека с одинаковыми знаниями но один такой как-то вот пробивной а другой тихий например и вот на результатах это будет сказываться поэтому значит категория партнер и категория хорош человек это наши любимые такие категории мы даже когда нужно хорошему человеку помогать мы это с удовольствием делаем нам в радость потому что мы видим что он ценит мы видим что он движется вперед мы видим что это объедет результат и так далее дальше идет категория такая я ее называю сейчас вылетела сонное царство вот сонное царство можно назвать ни рыбни мясо по-английски когда это объясняет называют джелифич вот и вот сонное царство что такое сонное царство это люди без мотивации обычно такой человек он даже и в школу-то сам не придет его приведет кто-то родственник приведет там бабушка внука муж и жену вот так вот пришел человек ну хорошо но там но пришел он же не отказывается мне это напоминает знаете вот как девчонки индийские мне рассказывают как там это замуж их выдают родители и отец говорит все пора тебе замуж вот сейчас будем тебе приводить там знакомиться но она чего но родители говорят значит от знакомиться ну это не то же самое что прийти к папе искать папа я там влюблена там васю и хочу за него зам а это так она говорит но я же не возражаю ну пожалуйста да ну вот вот то есть они как бы не возражают их приводят они сидят они по-своему даже старательные но они не мотивированы вот они все что они делают они делают так ну вот как бы никак да вот так делают они обычно процентов на 25 то что надо было бы делать на 100 если им дать какую-то инструкцию искать вот делать делай раз делай два делай три там и так далее они либо вообще не сделают либо сделают неправильно либо не до конца ну вот то есть при том что они вроде бы даже старались то есть вот нельзя сказать что они уж как-то проигнорировали уж совсем но как-то они так по-своему не мотивировано делает что на выходе ничего нет и когда ты герошу не сделала так я старалась ярких точно делала по твоим инструкциям смотришь она да в общем такой вот ни рыбни мясо действительно и они как бы неплохие то есть с ними нет никаких проблем они никогда не скандалит они никогда не не ни с какими претензиями но они например могут вот типичное такое поведение они могут пройти курс пойти на практику но оставят на практику доставят там работать что тоже бывает она будет работать пока не сократят сократят она придет снова и скажет но устройте меня куда-нибудь я же сама не могу там такого плана если ее не оставили там на практике она скорее всего окажется где-нибудь в сити колледжи какой-то курс пойдет брать но она не пойдет искать работу особо если она вывесит резюме то вывесит в грубом расхождении с той инструкции которая дана у нас есть видео там все подробно подробно написано и там еще в частности написано что как вывесил сразу приди значит ко мне я посмотрю и мы поправим если что они как правило не придут поправить не придут посмотреть соответственно мы никогда не поправим соответственно она так повисит никто и там звонить не будет или будут очень странные люди звонить которые дуриком туда попадают и дальше в итоге у нее там настроение портится но она может прийти через два месяца искать вот я два месяца еще работу чего-то у меня не получается пошлите меня еще куда-нибудь на интерншип например, может так сказать да, а может вообще не исчезнуть и с концами вот мы как раз недавно делали отчет там по плейсменту и там у нас 40 там сколько-то человек 15 процентов ну правда 15 процентов они исчезли, мы не знаем где они это в основном вот эти вот люди они исчезают и не ответят и не привета звонки не возвращают ну так как вот следующая категория это вот те самые, которым носильщики нужны это я бы назвал иждивенцы значит иждивенец это человек, который абсолютно уверен что ему все должны а вы знаете много таких, я не то что вам описываю какой-то непонятный тип вы сейчас легко узнаете значит ему все обязаны он никогда не делает то что он должен делать вот ту часть работы которую он должен делать и без которой ничего сделать другие люди уже все равно не могут он эту часть не делает никогда поэтому он не может никуда пробиться и ему помочь нельзя его можно там отнести действительно сказать ну хрен с ним буду носильщиком отнести куда-то но во-первых он все равно это не ценит ему всегда не додают сколько бы ты ему не дал он всегда будет говорить что ему не додали вот это тот случай когда говорят что подари ему свою машину так он скажет цвета не того вот это такой тяжелый такой персонаж он постоянно собирает какой-то негатив почему он его собирает потому что негатив позволяет ему обосновать почему он ничего не делает сам а зачем он будет делать когда все равно ничего не получится я могу много примеров приводить это отдельная история и я тогда в следующий раз я уже к дому подъезжаю но это вот такая понятная категория вот это такие которые бы хотелось чтобы их не было хотя многие из них тоже работают как-то вот так вот вымученно там не то чтобы они так патологически обречены этого нет следующая категория это люди которые сами себе как сказать ну начальники то есть у них есть какой-то план они включают тебя в свой план типичная фраза такая вот мне в принципе эта школа-то не нужна и то что вы это изучаете мне не нужно я вот почему пришел мне вот только интерншип надо то есть у них какая-то мысль в голове как они этот интерншип используют в своем плане соответственно они не учатся это вот тот случай когда знаете как он там нет учителя там где нет ученика там нет и учителя ученика нет он не пришел учиться он пришел воспользоваться чем-то что с его точки зрения как бы представляет интерес это люди некомпетентные в том что они планируют поэтому они обречены на неудачу постоянно и они тоже в общем-то не ценят никакой помощи им не нужна помощь они не просили твоей помощи они сами все и когда они планируют они тебе отводят какое-то место но это не место стратегического планирования вот как что чего вот у него свой как что чего а у тебя там вот маленький кусочек который ты должен сделать но постольку поскольку оно в силу неправильного планирования не дает результата значит он начинает думать и приходит к другому плану который такой же точно неверный и некомпетентный но он этого понять не может а ищет причины где-то в другом месте и в третьем месте и в пятом месте и еще раз нельзя сказать что эти люди не находят работу это неправда тоже зависит от самых разных обстоятельств но в общем-то вот у них постоянно проблема с тем что как-то их план вот не получается так как он должен был бы получиться то есть может получиться в силу каких-то обстоятельств от них не очень зависящих но вот допустим у нас была какая-то вакансия он там болтается-болтается раз его-то и закинули это бывает то есть как бы возможности такие есть периодически но в общем-то хотелось бы видеть что народ управляется с этим как-то и поэтому сегодня я такой эксперимент провел я объяснил им эти пять категорий на уроке и говорю вот категория раз, два, три, четыре, пять я говорю теперь вы, говорю все должны сказать кто вы тут а там их было двадцать там два человека в классе и я говорю вот теперь каждый из вас скажите давайте вот там поднимите руку кто партнер смотришь там полкласса партнеров ладно я говорю поднимите руку кто хороший человек смотришь вторая половина ни один не сказал что он не рыбня мяса ни один не сказал что он иждивенец и ни один не сказал что он вот сам себе голова который все время там что-то делает не понимая что он делает ни один вот и я им и говорю вот ребята вы запомните что вы выбрали и теперь мы с вами значит мы знаем признаки мы знаем как себя ведут люди которые в одной другой третьей категории что они говорят мы с ним подробно разбирали я вам так быстренько рассказывать вот и мы каждый раз будем значит с вами следить не оказываемся ли мы в какой-то такой категории в которой мы не хотим быть вот и не знаю что дальше получится я как бы с большим интересом наблюдаю мне еще нужно переписать ну не переписать но дописать доразнообразить там потом где не может быть это вывести вывести чтобы они читали может быть я им такой тест буду давать при поступлении в школу вот я скажу вот такие пять категорий значит ты кто вот и пусть они там кружочками обводят и так далее но во всяком случае мне очень понравилась эта идея меня на нее натолкнул Александр Лобок вот психолог который к нам приезжал и мы тут ну не к нам приезжал но к нам заходил и мы с ним поговорили на эту тему и он мне вот посоветовал вот так делать и я большой энтузиаст этого делать теперь потому что сам увлекся загорелся и вот вам собственно и рассказываю так что если какие-то есть там мысли по этому поводу я с удовольствием послушаю пообсуждаю а так я думаю что в какой-то момент я когда ну более точно все это сформулирую я тогда может быть и напишу даже я не знаю вот а может быть сделаю такое более подробное видео или там серию видео счастливо это м там я это ещё Продолжение следует...